Уважаемые жители Нововского района, сегодня мы расскажем вам о том, куда можно обратиться, по каким номерам за помощью волонтеров, оставаясь в режиме самоизоляции, и о том, как эта работа строится. Волонтерские движения, как ответ пандемии коронавируса, возникли по всему миру, и наша республика не стала исключением, и одна из первых присоединилась к акции «Мы вместе», и создан проект «Наша забота». Люди совершенно бесплатно оказывают психологическую помощь, доставляют предметы первой необходимости. С 27 марта в Янаульском районе начал функционировать волонтерский штаб для оказания помощи пожилым и маломобильным гражданам в период распространения коронавирусной инфекции. Волонтеры доставляют продукты питания, товары первой необходимости и медикаменты пенсионерам, которые входят в группу риска по коронавирусу и находятся на самоизоляции. В основном это одинокие бабушки, дедушки, у которых нет рядом детей, родственников, которые могли бы им помочь в таком простом деле, как поход за товарами первой необходимости в магазин, в аптеку. Опасность для такой категории людей представляет, может быть, даже и не коронавирус, а безразличие людей. И очень радует тот факт, что в нашем районе достаточно неравнодушных людей, которые не остаются в стороне. На сегодняшний день в нашем иноульском штабе насчитывается 71 волонтер, 20 из которых в городе, а остальные в сельских поселениях. Возраст наших волонтеров от 24 до 50 лет. И чтобы стать полноценным волонтером, необходимо пройти двухэтапное обучение. Первое – это дистанционное обучение на онлайн-платформе добро.ру. И второе – это очный инструктаж по защите себя и подопечных от распространения инфекции. Успешно прошедшие испытания получают сертификат и допуск к работе. Работа волонтерского штаба состоит из трех этапов. Прием заявок на покупку необходимых товаров, обработка заявки, закупка товара и доставка волонтерами по адресу. Для организации работы волонтерского штаба сформированы две группы волонтеров. Первая – это волонтеры штаба. Это те, которые непосредственно принимают и обрабатывают заявки от населения и формируют списки адресов и необходимых товаров. Вторая группа – это волонтеры выездных групп, которые закупают товары и доставляют их пожилым людям. Волонтерами выездных групп может стать любой человек в возрасте от 18 до 50 лет, без признаков ОРВИ и хронических заболеваний верхних отдыхательных путей. До начала работы волонтеры прибывают на штаб, проходят термометрию, оценку общего самочувствия, делают запись в журнале, получают защитные средства, такие как маски, перчатки, антисептики и только после этого идут на выполнение заявки. Итак, давайте пошагово разберемся в алгоритме работы волонтера, как же это все происходит. В волонтерский штаб поступает заявка со списком необходимых продуктов, хозяйственных товаров или лекарств. Волонтеры штаба записывают фамилию, имя, отчество обратившегося, возраст, адрес, по которому необходимо осуществить заявку. Заказу присваивается индивидуальный номер. В случае отсутствия перечня товаров или вопросов возникает по заявке, волонтер штаба самостоятельно созванивается с человеком, оставившим заявку и уточняет все вопросы. Волонтер штаба согласует ценовую категорию и итоговую стоимость заявителям. Далее волонтер штаба передает всю информацию волонтеру выездной группы и волонтер выездной группы приобретает товары по списку, приносит их вместе с чеком по адресу заявителя. Далее волонтер передает товары вместе с чеком пожилому человеку и производится оплата за покупку. При заказе лекарственных средств волонтер штаба уточняет у заказчика при необходимости, есть ли у него рецепт на это лекарство, на приобретение данного препарата. Если рецепта нет, то волонтеры предлагают вызвать врача на дом и получить рецепт. Если же рецепт на приобретение лекарства не требуется, волонтер также рассчитывает итоговую стоимость покупки, согласует ее с пожилым человеком и далее действует по озвученной ранее схеме. Это стандартный механизм работы штаба. По нашему району на 9 апреля поступило 97 заявок. Все они отработаны, волонтеры работают максимально оперативно и в среднем за день выполняется 10-12 заявок. С каждым днем просьб о помощи становится больше, особенно возрастает количество заявок в выходные дни. Помимо этого штаб тесно сотрудничает со старшими по дому многоквартирных, домах по выявлению тех, кто нуждается в помощи и с Центром социального обслуживания населения Альтаир. В сложившейся эпидемиологической обстановке стоит учитывать, что волонтеры не являются представителями соцслужб и по возможности, то есть они не заходят в квартиры, и по возможности доставка продуктов, лекарств и других необходимых товаров производится бесконтактно. Контакт сводится к минимуму. Это прежде всего делается для безопасности как наших волонтеров, так и пожилых людей. Что может получить обратившийся за помощью? Если человек самоизолировался, он может позвонить на нашу горячую линию по номеру 8-917-149-29-90 и оставить заявку, чтобы волонтеры приобрели для него продукты питания или лекарства, корм для животных. Поступают также заявки на оплату услуг ЖКХ. Как получатели помощи поймут, что перед ними настоящий волонтер, а не мошенник? У наших волонтеров есть специальные бейджи для опознания. Всегда с собой у них документ, удостоверяющий личность, а это паспорт. Также к каждой заявке присваивается индивидуальный номер, о котором знают только волонтер и человек, совершивший заявку. И самое главное, никогда наши волонтеры не просят оплатить товар заранее. Это делается только на основании предъявляемого чека. Эти меры вводятся специально, чтобы помешать нечестным людям, проникать в жилье под видом волонтеров или нажиться. Кто сможет получать помощь? Такой вопрос к нам поступает. Кто сможет получить помощь только пожилые все-таки люди? Или любой, кто захотел самоизолироваться? Конечно, мы ориентируем нашу работу в первую очередь на пожилых и маломобильных людей. Если, например, здоровый человек, 25 лет, который решил самоизолироваться, он же может сам дойти до магазина, совершить покупку, дойти до аптеки близлежащей. Это не запрещено. Волонтеры ему не нужны. Ну и в целом наши ресурсы, они не безграничны. Мы готовы, будем оценивать заявки, какие-то из них будут выполняться срочно. И, конечно же, если у нас есть возможности, мы любому обратившемуся помогаем. И еще один вопрос, который к нам поступает. Это какая категория людей идут волонтеры и с какой целью? Цель у всех одна. В данном случае это помочь тем, кто оказался в трудной ситуации. Есть, но при этом есть такие, для которых работа волонтером позволяет перенести легче психологически ее как глобальную пандемию. И чем больше человек занят, тем меньше времени уходит у него на постоянное нахождение в информационном поле, которое в данный момент перенасыщено различными данными, и они далеко не всегда объективны. Теории заговора в социальных сетях, официальная информация, статистика, общение с близкими и различные слухи могут привести человека в паническое состояние. И поэтому социальная активность, она полезна для всех, радует, что многие из тех, кто к нам обращаются, они не только просят помощь, но и предлагают ее, хотят стать волонтерами. Есть семейные пары, которые пришли, встали в наши вреды и работают, помогают нашим пожилым в доставке продуктов и лекарств. Мы благодарим всех, кто откликнулся и встал в ряды волонтерского движения. И, учитывая, что режим самоизоляции у нас продолжается, приглашаем новых волонтеров. Обратиться за помощью волонтеров можно по номерам 501-22 и 8-919-149-29-90. Заявки принимаются ежедневно с 9.00 до 18.00. Редактор субтитров А.Семкин